Многие молодые люди после 25 лет, ближе к 30, а иногда и за 30, сами того не подозревая, проходят через кризис четверти жизни. И в последнее время я заметил, что этот кризис как никогда актуален. И в этом видео я вам расскажу, в чем он выражается, почему важен и что нужно делать, чтобы спокойно его пройти и жить дальше тоже спокойно, без физических, психических, нервно-психологических расстройств. А сейчас я зачитаю письмо одной маленькой клиентке. Она написала мне его несколько лет назад. Павел Эдуардович, здравствуйте. Меня зовут Снежана, мне 27 лет, и у меня депрессия. Выражается она в апатии и потере цели и смысла жизни. Рассталась с парнем после почти 7 лет совместной жизни с ним. Семьи нет, детей нет. Ничего не интересует, все кажется лишенным смысла. Все проходит, как вода сквозь сито. Ощущение, что жила до этого неправильно, не так, как нужно, а как надо, не понимаю или не знаю. Кажется, что упустила что-то важное, и догонять уже поздно. Чувствую себя старой, как будто мне уже 80 лет. Руки опустились совсем. В итоге все стало еще хуже. Из университета отчислили, работу потеряла, личная жизнь развалилась, да ее и никогда не было. Уже больше года нет секса. Зато есть панические атаки, вегетососудистая дистония. Скорее всего, у меня есть пограничное расстройство. Плохо питаюсь, есть расстройство пищевого поведения и депрессия. Что мне делать? Я очень хочу выбраться из этого состояния. После нашей первой встречи прошло уже три года. Сейчас Снежана замужем, у нее есть ребенок и уверен, она счастлива быть женщиной, матерью и женой. Это видео я снял для тех, кто оказался в похожей ситуации и переживает кризис четверти жизни. Будучи подростками, мы ожидаем, что после 20 начнется настоящая, взрослая жизнь, наполненная множеством возможностей и смыслами. Мы рисуем множество красивых картинок в своей голове о счастливом завтра. Только, как обычно, вас не предупредили, что именно в возрасте примерно от 22 до 30-35 лет люди проходят один из самых сложных жизненных этапов, сталкиваются с сомнениями и часто на долгое время застревают в чувстве неопределенности и пустоты внутри. А травмы детства из бессознательной части нашей психики транслируют и выводят наружу много застарелых внутренних конфликтов. По этой причине молодые люди после 25 лет часто ошибочно думают, что с ними что-то не так, потому что наслаждению долгожданной взрослой жизни начинают мешать колебания, страхи и неуверенность. А потом появляются какие-либо расстройства в физическом и психическом здоровье. И начинается беготня по врачам, хотя на самом деле человек полностью здоров. Психосоматика, здравствуй. У многих появляются тревожно-фобические расстройства, панические расстройства, панические атаки и депрессии. И именно в это время появляются болезни, которые будут с вами почти всю жизнь, если не разобраться в истинных причинах этих проблем со здоровьем. Исследователи говорят, что через кризис четверти жизни проходит больше половины людей. На самом деле привязка к возрасту условная, потому что считается, что этот кризис может настигнуть человека как в начале 20 лет, так и после 30, а иногда и в 40 лет. Это зависит от жизненных обстоятельств, зрелости, зрелости личности человека и его особенностей. По теории возрастных кризисов понятно, что ни одна структура не может не подвергаться изменениям в течение чем более 8 лет. Следовательно, человек не может прожить всю свою жизнь без переходных этапов. А сейчас помните главное. Ваш кризис – это только переходный этап. И сейчас нужно пройти этот этап. Просто пройти. А именно расслабиться, принять, прожить и отпустить. Для этого есть специальные практики принятия и проработки жизненных кризисов. На консультациях мы именно этим занимаемся. И помните, что это часть вашего духовного роста и личностного. Как понять, есть ли у вас кризис четверти жизни? Если вы находитесь в промежутке между 20 и 35 годами и вы чувствуете, что сейчас в вашей жизни все идет не так, как вы планировали, то задайте себе такие вопросы. Стало ли мне сложнее принимать важные решения из-за страха испортить свое будущее? Стал или стала ли я больше переживать из-за выбора профессии? Стал или стала я более негативно относиться к себе и больше сравнивать себя с другими? Чувствую ли я, что между мной и другими возникла или усилилась дистанция? У меня появились или усилились сомнения насчет выбора партнера? Чувствую ли я себя потерянным или потерянной? Чувствую ли я себя так, будто притворяюсь взрослым человеком? Чувствую ли я, что все идет не так в моей жизни? Если у вас ответы «да» на эти вопросы, то это говорит, что у вас есть симптомы кризисного состояния, и с этим нужно что-то делать. И естественно, разобраться с этим и помочь вам может хороший психотерапевт или психолог. Почему происходит кризис четверти жизни? Вы задаете этот вопрос, я прямо слышу. Почему? Но, к сожалению, однозначного, точного и универсального ответа на этот вопрос нет. У всех все по-разному. У кого-то кризис может спровоцировать отделение от родителей, сепарация и начало самостоятельной жизни. У кого-то начинается кризис после переезда в другой город, когда остаешься один на один сама с собой, и нет никакой уверенности в успешной жизни, благополучной жизни, той жизни, которую вы нарисовали в своем интересном воображении. У кого-то сильнейший кризис начинается после разрыва длительных отношений. Или наоборот, после вступления в брак и рождения детей. А мое мнение, почему это происходит? Потому что человека не научили адаптивным, родители не научили адаптивным стратегиям жизни в этом интересном мире. То есть он живет стратегиями, которые не ведут к эмоциональному и личностному взрослению. Об эмоциональной зрелости, что такое зрелая личность, у меня на канале есть видео, посмотрите его. И чтобы понять, почему появляется внутри тревога или пустота, а часто и то и другое одновременно, нужно разобраться, что же тревожит вас, что же тревожит молодых людей в промежутке между 25 и 35 годами. Но первое, это поиск себя. Находясь в кризисе четверти жизни, мы очень много думаем о том, какие цели следует поставить и какие сделать действия, чтобы к этим целям прийти. Часто начинает казаться, что ты движешься в пустоту или хаос. Это ощущение, естественно, сложно назвать приятным. Однако именно оно помогает отказаться от тех привычек и отношений, которые мешают вашему личностному или профессиональному росту. И именно в это время, именно в это время, как никогда важна помощь профессионального психолога или психотерапевта. Одна из моих клиенток до 31 года искала себя и никак не могла найти. Металась из крайности в крайность. И уже к этому возрасту заработала кучу болезней и расстройств. Депрессия, частые панические атаки, непонятные или вообще какие-то токсичные отношения с мужчинами, постоянная бессонница, нерегулярный менструальный цикл и, естественно, нарушенный гормональный фон после приема контрацептивов. Ну а так как я не только врач-психотерапевт, но и эксперт по естественному восстановлению женского репродуктивного здоровья, то именно из-за отсутствия цикла Милана ко мне и обратилась. Сразу скажу, работы было много. Много встреч, много общения. Да, это требует ресурсов. Но у Миланы был и есть свой небольшой бизнес. Значит, ресурсы для восстановления своей жизни у нее были. Не было только ресурсов для внутренней зрелости и духовного роста. Вместе с мы все эти ресурсы нашли. Сейчас она замужем, у нее тоже есть ребенок, она планирует еще. Хотя в начале нашей работы она полностью отрицала и замужество, и женственность, и материнство. А вот прямо сейчас у нее все хорошо. А значит, вы тоже найдете себя, и все у вас будет хорошо. Помните об этом. Второе, что тревожит людей в кризисе четверти жизни, это чувство одиночества. Токсичные отношения и отстранение от людей, с которыми вы когда-то были близкими, также могут быть признаком кризиса четверти жизни. Многие осознают, что переросли свое старое окружение или что общение с друзьями больше не приносит радости и дистанцируется от них. Также и с романтическими отношениями. Вы можете начать сомневаться в выборе партнера или захотеть нового опыта. Освободив в своей жизни место от людей, которые больше вас не делают счастливыми, вы можете столкнуться с чувством потерянности и одиночества. Да, так бывает. И даже может начать казаться, что вы уже никогда не обретете новые и прочные связи. Сразу скажу, вот прямо сразу, не бойтесь, у вас все получится, вы все обретете. У этого состояния, которое у вас сейчас есть, есть свое преимущество. У вас появляется возможность побыть наедине с собой, получить кайф от общения с собой, проанализировать свой прошлый опыт и, главное, понять и сформулировать свои потребности в общении, в близости и прочем. Отталкиваясь от ответов и выводов, которые вы сделали, вы можете начинать формировать новое окружение, то, которое дает вам ресурс. Поймите, только вы творите свою судьбу. Вот что рассказывала Настя, 24 года. После коллежи я решила поступить в другой город, на ту специальность, о которой давно мечтала. Но я не смогла пройти по баллам. Пришлось остаться в родном городе и дальше учиться здесь параллельно с работой. Я тогда была подавлена, разочарована, оборвала все связи. Почти все мои одногруппницы после выпуска из колледжа сразу начали выходить замуж. А кто-то уже и детей родил. А у меня был и есть страх. Страшный страх, что я не смогу построить семью. Сейчас мне кажется, что важнее всего построить карьеру, а все остальное подождет. Я до дрожи боюсь стать похожей на мою руководительницу, которая возвращается после работы домой и видит, что дома никого нет. Ты приходишь домой, а дома только коты, хомячки и рыбки. И мой самый сильный страх, что единственным человеком, с которым я смогу поговорить, будет моя мама. Настя достойно прошла это время. Сейчас у нее хорошая работа и, возможно, скоро она выйдет замуж. И третье. Очень сильно в кризис четверти жизни молодых людей тревожит неуверенность в себе из-за низкой самооценки. Да, далеко не у всех получается к 30 годам обрести работу мечты и построить жизнь, которая будет соответствовать всем вашим требованиям. Мы сравниваем себя со сверстниками, которым уже к 25-30 удалось добиться того, о чем мы мечтаем. Масло в огонь подливают и социальные сети, где люди с картинок кажутся вам идеальными, во всем успешными и всегда счастливыми. Из-за неуверенности в себе вам может быть сложнее заводить новое знакомство, пробовать что-то новое и относиться к себе с заботой. Важно помнить о том, что не бывает универсальной схеме успеха и что все люди временами сомневаются в себе. И сразу скажу, что неуверенность в себе, низкая самооценка очень хорошо прорабатывается на онлайн-консультациях у психотерапевта. Есть специальные методики, которые выводят вас из этого токсичного мышления, потому что низкая самооценка это только токсичное мышление. К четверти жизни уже есть определенный опыт за плечами, образование, работа или отношения. Но на этом этапе может происходить переоценка пройденного пути и постановка новых целей, более глубокое понимание себя и того, как на самом деле хочется проживать свою жизнь. И это хорошо, это замечательно. Я, например, в силу тех или иных причин со здоровьем ушел с перспективной работы и поселился в глуши в Чернобыльской зоне отчуждения в Гомельской области и прожил один в лесу почти два года. Но именно этот шаг позволил мне вырасти до любимой жены и четверых детей. Молодые люди сталкиваются с реальностью, с самим собой, с самими собой и ищут ответы на вопросы. Кто я, куда я иду, чем я живу? Множество вопросов, ответы на которые может быть сложно найти или их нет. Все это часто приводит к ощущению растерянности, неудовлетворенности, депрессивным переживаниям, к мыслям токсичным приводит. Помните, что кризис в жизни – это переворот, это переходное состояние к чему-то новому. Это время, когда нужно найти или хорошего психотерапевта, или мудрого наставника, который проведет вас к благополучной жизни без больших потерь. Успешное разрешение этого кризиса переводит вас на новый виток жизни, приводит вас к обретению новых смыслов. Люди, справившиеся с кризисом четверти жизни, находят свое место в мире и мир в самих себе. У некоторых есть внутренние ресурсы справиться с этим состоянием самостоятельно. Но большинству, поймите, большинству необходима помощь специалистам. Молодежь гораздо чаще готова обращаться за психологической помощью, рассматривая психотерапевтический процесс как способ исследования и лучшего понимания себя, как возможность посмотреть на свою жизнь по-другому и внести в нее необходимые изменения, чтобы достичь своих целей. Уже слышу ваш вопрос, что же может помочь человеку, который находится в кризисе четверти жизни? Как жить дальше, когда заканчивается процесс трансформации иллюзий и переживаний, трансформации в осознанность? Начинается процесс создания новой или нового себя. Создание себя настоящего или настоящей, без дурманов фантазий, без влияния родителей, без каких-то глупых установок, ограничивающих убеждений, страхов и так далее. К этому периоду уже повзрослевший человек приходит с двумя выводами. Первое. Нет предназначения и особой судьбы. Твоя жизнь складывается из твоих решений и обстоятельств. Хорошая новость заключается в том, что занимаясь тем или другим, ты не предаешь себя, а просто выбираешь сферу, в которой будешь себя создавать. Помни, что свобода выбора – это дар жизни. И второе. Нет врожденного таланта. Есть склонности, но их нужно развивать, и только потом они превратятся в таланты. Только потом. И здесь тоже хорошая новость в том, что раз талантов нет, то и невозможно их зарыть. И опять-таки испортить свою великолепную судьбу. Так что можно не переживать, не бояться что-то начинать и пробовать. Ведь успех начинаний не зависит ни от какого великого таланта. А процесс создания себя состоит всего из нескольких шагов. Первое. Разберитесь со своими детскими травмами. Это очевидно. Любой, кто поработал со своими детскими проблемами, скажет, что это один из самых действенных способов улучшить свою жизнь и свое психическое состояние. Невозможно двигаться вперед, когда в своей голове носишь груз неразрешенных проблем, незаконченных каких-то проблем в виде обид, претензий, вины, руганий и прочего. Второе. Определите, что нравится и что привлекается и чего хочешь. Как я говорил, никакого предназначения нет. А создать себя без понимания своих интересов невозможно. Сейчас, насколько возможно подробно, запишите ответы на эти вопросы. С кем я хочу жить? Чем я хочу заниматься? Что мне нравится? Что вызывает у меня радость? Кстати, у меня есть курс обретение себя настоящей, который помог и помогает сотням молодым женщинам восстановить контакт с собой, найти свои цели и смыслы в жизни и прийти к здоровой и благополучной жизни. Информацию о нем смотрите в ссылке под этим видео. Третье. Это изучите свои особенности. Они, волны, с которыми тяжело, иногда бессмысленно бороться. Поэтому легче их понять и строить жизнь с учетом своей уникальности. Здесь тоже примерные вопросы для вас. Какой режим дня подходит для моего организма? Какой ритм жизни мне подходит? Какие циклы и повторения у меня в жизни наблюдаются? Может у меня одни и те же отношения? На курсе обретения себя настоящей все это прорабатывается более подробно. И четвертое. Выберите сферу жизни, которая больше всего не удовлетворяет и принимайте меры по ее изменению этой сферы. Итак, шаг за шагом, никуда не торопясь, создавать себя и свою жизнь. На этом пути вы можете обратиться за дорожной картой к, как я говорил, хорошему психологу или психотерапевту. Подпишитесь на канал, мне будет очень приятно. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Напишите, пожалуйста, комментарий, как вы проходили кризис четверти жизни. А может быть, вы его проходите прямо сейчас? И еще раз благодарю, что посмотрели до конца это видео. Я желаю вам счастья. Всегда ваш, доктор Павел Сапебов.